Наша библиотека, единственная в России, носит имя известного писателя-натуралиста Георгия Алексеевича Скребицкого. И сегодня я предлагаю вам прочитать отрывок из книги «От первых про Таллин до первой грозы». По вечерам мы с Михайловичем занимались не только разборкой, налаживанием раболовных и охотничьих принадлежностей. Нередко вместо этого Михайлович доставал из шкафа какую-нибудь из своих любимых книжек и начинал читать нам вслух. Чаще всего Некрасова или Алексея Толстого. Из Некрасова Михайлович обычно читал крестьянских детей, корабейников, мороз красный нос или псовые охоты. Мы это все с Сережей давно уже знали наизусть и все равно каждый раз слушали с одинаковым удовольствием. А что, если мне самому попробовать сочинять стихи? Мелькнула как-то смелая мысль. Мне показалось, что это не так уж и трудно. Сочинял же Толстой Некрасов, Пушкин, да и многие другие. Почему же я не смогу? Но если сразу не выйдет, попрошу помочь Михайловича. Он-то уж, наверное, сможет. Он все может и операции делает, и стихи читает так, что животики надорвешь. И усами при этом шевелить умеет, точь-в-точь, как царь водяной. Попрошу его, и он поможет написать поинтереснее. Итак, я решил начать сочинять стихи. Затруднение было только в том, о чем их писать и кому. Но вскоре подвернулся подходящий случай. Нам с Сережей, кто-то из знакомых, привез в подарок по альбому для стихов. Они были очень красивые, в бархатном переплете. Мой в темно-красном, а Сережин в голубом. В верхнем уголке каждого из них был нарисован летящий белый голубок. Он нес в клюве письмо. Что же написать на первой странице такого чудесного альбома? Мы решили написать друг другу на память стихи. Но какие? Сережа вышел из этого положения очень просто. В моем альбоме четко и ясно. Без всяких помарок он написал. Когда мы будем жить в разлуке, и не увидишь ты меня, тогда возьми альбом сей в руки и вспомни, кто любил тебя. Стихи мне очень понравились. Только жаль, что их выдумал не сам Сережа, а кто-то другой. Мне же захотелось написать ему на память именно свое собственное стихотворение. Незадолго перед этим Михалыч опять читал нам Пушкина «Полтавский бой». И вот под этим впечатлением я решил тоже придумать что-нибудь военное. Сел и довольно быстро сочинил. Когда войска зашевелились, наши полки уши на ногах, они ужасно ополчились и колют, режут в пух и прах. Эти стихи я и написал на первой странице Сережиного альбома. К сожалению, я тогда только еще начинал учиться писать. И получалось, что пишу я на редкость грязно и некрасиво. Увидя, что я натворил на самой первой странице его новенького альбома, Сережа приуныл. Однако из чувства товарищества он не сказал мне ничего обидного. Наоборот, даже поблагодарил за сочиненное стихотворение. Но скрывать свое огорчение он, конечно, не смог. И меня это тоже очень опечалило. И все же эта первая литературная неудача не заставила меня упасть духом. Наоборот, я твердо решил продолжить писать стихи. Вставал только опять тот же вопрос. О чем писать? Но вскоре, после неудачи, меня посетило вдохновение. Я выбежал из дома во двор и вдруг увидел на снегу трех котов. Они сидели друг против друга и вопили истошными голосами. Заметив меня, все трое бросились к сараю. В один миг очутились на крыше, и там снова начали свой концерт. Солнце, крыша сарая, освещенное яркими лучами, и на ней поющие коты. Все это показалось мне так прекрасно, что я тут же решил запечатлеть виденное в поэтических образах. Вернулся домой и начал творить. Первые две строчки удались почти без всяких усилий. «Ура, ура!» – кричат коты и носятся по крыше. Хвосты их кверху. Дальше я никак не мог придумать рифму к слову коты. Не беда, останавливаться не нужно, решил я. И пропустив заупрямившуюся рифму, успешно закончил четверостища. Глаза весельем дышат. Хорошо, а как же быть с хвостами? Наконец, после долгих усилий, я придумал задроты. Конечно, написать можно, но как-то это нескладно. Допустима ли такая вольность ради рифмы? Я был не уверен. Можно, правда, написать «задрались». Тогда все будет правильно, но зато не получится рифма к слову коты. Я оставил первый вариант и написал свое четверостищее. «Ура, ура!» – кричат коты и носятся по крыше. Хвосты их кверху задроты, глаза весельем дышат. Прежде чем продолжить дальше, я решил все-таки посоветоваться с мамой насчет сомнительного положения с хвостами. К моему удивлению, мама, всегда так хвалившая все мои стихи, вдруг сказала, что эти ей совсем не нравятся и что они даже неприличны. Я недоумевал, что же в них неприличного? Еще обиднее отозвался Амих Михайлович. Услыша мои стихи, он громко расхохотался и, хлопнув меня по плечу, сказал, «Эх, брат, у вас у всех хвосты задроты! У кого у нас у всех? Какие хвосты?» Я терялся в полном недоумении. Но хуже взяло то, что ни мама, ни Михайлович не поняли самого главного, ведь эти стихи должны были отразить всю радость наступления весны. А мама нашла их неприличными, а Михайлович вовсе высмеял. Было больно сознавать свое творческое бессилие, в душе жило обидно, а на бумаге получалось совсем иное. А что же было дальше, мы узнаем, прочитав всю книжку. Субтитры создавал DimaTorzok